Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет! Решил, как говорится, порыбачить, прямо не отходя от кассы. Даже в прямом смысле слова, не отходя от кассы. Но почему именно здесь? Обратил внимание я вот на эти кустики. А как известно, у нас щука водится в кустах. Даже не совсем так, чтобы в кустах, но если возьмем щуку, к примеру, за медленным течением, озером. И так идет засадный хищник охотится в прибрежных зарослях под корягами возле упавших деревьев на перепадах голубин. Вот, исходя из этого описания, я решил все-таки покидать в те заросли. Ну, это вот, 118, 118, это координаты на карте местных, вот тут, и прямо вот стрелки, прямо вдоль берега. Я пробовал еще покидать именно чуть-чуть в сторонку, ямы на 8,5. Тоже, в принципе, интересный результат. Но вот то, что я имею на данный момент в садке. Вот, как видим, 33 минуты назад начал, но я с утра. И, в общем, вот такие вот у меня результаты. Ловил я, вот, можете увидеть, приманка Сатуре 22 грамма, 10 номер. Не очень хороший, конечно, экземплярчик, но хороший. Опять-таки, на эту же приманку щуку поймал уже получше. Окунь, ну как же без окунь-то. Так, где у нас что-то интересное? Опять-таки, щука. Так, он уже новейка. 14 грамм, 0,09. Так, вот эта щука у нас. Dragonfly Bell, 4,001. Так, что у нас еще такого поинтереснее есть? Ну, я рассматриваю зачетный. Ну, Фанки Миноу, S1, 01. Ну, сезон не тот, как говорят. Ну, не сезон, конечно, но я не с того места все-таки ловил ее. Опять-таки, вот, Angry Walker S8, 001. Щука поймана была. Так, это щука Hopper 9F, 001. В общем, я для будущей работы уже отобрал ряд приманок, с которыми поработаю более подробно и более на этом месте. А пока вот давайте посмотрим, что же нам дает эту ловлю. То есть здесь. Вот так же все дальше кидаю. Могу, ну, в принципе, ладно, это и покидаем приманочкой. И вот посмотрим, что же нам она дает. Скорость проводки десятая. И насколько получается с быстрым спиннингом будем делать рыскание. И вот смотрим. Не всегда получается хорошо рыскание, так как не совсем подходит этот спиннинг. под это дело. Ну, вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Тащим. И наверняка щука. Вот здесь плохо все-таки с бортика. Ой, с бортика. Причал смотреть. Издалека что там у нас насадилось. И вот. Еще раз забросики. В общем, чутье и описание все-таки не подвело. Щука здесь водится. И не буду говорить, конечно, какие экземпляры тут зачетные, незачетные, трофейные, нетрофейные. Это надо поподробнее изучить. Ну, вот, смотрите. То есть, на той приманке, на которой я остановился на попе, я вот сейчас только что при вас поймал, мелочи, конечно, для щуки. Но, тем не менее, это все равно дает, говорит о том, что она здесь водится. Некоторые, кстати, прямо вот здесь вот видно в прозрачной воде, как вот прям возле берега хватает приманку. Ну, это даже очень хорошо для меня. Так, Сатуре. А, нет, 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 давайте подряд. Вот у нас Dragonfly Bell 4.001 была. И вот прям обычной проводкой ровной мы делаем на 20-й скорости и ведем. Вот посмотрим, что здесь будет. По-моему, я не туда запустил, не глядя. Ну, давай. Но, тем не менее, у меня вот такой результат получился. Я не буду говорить, что вот эта закономерность какая-то, все это нужно проверять более подробно. Ну, время есть. Через какое-то время я, возможно, более точную информацию подам. Ну, пока покидаем. Вот так вот, в таком режиме. Вот, можно туда запускать, а туда тоже запускал. Наискосок. Вот так вот. Вот! Вот, 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 вот. Вот причем хороший экземпляр, судя по натяжению. Ну, давайте сейчас подскорим. Так, а это у нас торчащим плавником. Послушайте, ну, это у нас параллезер. Очень хороший экземпляр, в принципе. Конечно, и больше бывает, но... Вот, недорогая приманка, вертушечка. Нормально работает. Давайте-ка еще раз попробуем. Может, ряпушку поймаем. Я тащусь от этой рыбы, она мелкая, но хватает очень большую приманку для себя. Ну, это ладно. Специфика рыбы. Главное, чтобы в рот пролезла, а там уже дальше нормально. В принципе, такой у рыбы. Ого, так, что нет? Ну, сейчас другую заменим приманку. Ого, раз, два, три, четыре. Так, Сатуре у меня было-то, я точно помню. У меня... Так, 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 где она, где она? Ой, промахнулся. А, вот они. Вот когда две покупал. Для двух спилингов с лодки. Вот, в общем, я пока еще до лодки-то не дошел, но... Решил про... Ой, я что, в берег упульнул? Адюга хомяка какого-нибудь убил. Хотя нет, в лесу водятся какие-то хомяки. Я же на берег кидал. А может, не водится? Ну, дело не в этом. Будем сейчас джиговую ступеньку изображать. Ага. Ну, кстати, я с клепалками старался джиговую ступеньку делать. В общем, на нее клевало. Кстати, вдоль берега, вдоль вот этих зарослей, пугалец ловился. Ну, он мелкий, конечно, все. Ну, по-своему, интересно. Здесь я все-таки был нацелен на щуку. А почему здесь еще заинтересовал? Потому что недалеко ходить. Там есть вот как раз где-то в противоположной стороне примерно еще одно место. Но туда пока дойдешь, пока то, пока сё. Там дождь начнется, обратно возвращаться. Водку напьешься по пути. Ну, что-то, ладно. А вот тут вроде поближе, вроде можно прям вот так с берега покидать. Покидал-погидал судоречка, поехал на остров. Или так потроллил с лодки. Он не хочет. Ничего, сейчас еще раз забросим. Сейчас еще можно в ту сторону побратить. По-своему это интересно. Тоже тут более рабочее. И на что больше-то будет клеваться. О, клеваться, клевать. Так. Вот жиговую ступинку делаю. Все на 20-й скорости, чтобы лишний раз пока не заморачиваться. Потом можно будет и со скоростью поработать. Ну, все со временем. С одного раза все попробовать. Это очень сложно. И сразу так глаза разбегаются. Но здесь так пробный, так сказать, заход. Ну, результаты я уже вам показал. На экране вы видите, что у меня сейчас происходит. И здесь вот сами попробуйте потом. Может быть вы что-то для себя найдете. Проверите, перепроверите. У каждого здесь по-своему может что-то получиться. Вот пока все-таки у меня щука здесь получается. Возможно, что вот эта блесна работает утром лучше, чем вечером. Кстати, такой вариант не исключается. Можно перепроверить это еще раз. Тут все эмпирическим путем делается. На полуинтуитивном таком уровне. По крайней мере, в моем случае. Понимаю, что вот здесь такая блесна работает. Могу попробовать еще раз. Ну, вот какие-то догадки получаются верными, а какие-то так и остаются сомнительными. Сейчас посмотрим, что нам вейка даст. Я именно эту использовал. Вот у меня как тестовый там для троллинга. Две одинаковые поставил и едешь туда-сюда на лодочке. Так, касание дна. Ну, сейчас я не знаю насчет. А, поздновато уже. Ну, вот, как я вижу, вечер-то что-то не задается. Тем не менее, утро задалось. А я сейчас хоппер попробую. Точнее, не хоппер, но топ-отер-плюбы. Может, щука спать ушла. Бедненький. Так, у меня там волкер был. И я его какой-нибудь вот неполный. О, пусть вот это будет. Так, скорость надо сразу сменить. Так, десять. И вот такой по краю. Так, ветер-ветер. Ну, девять. А где ветер-то у нас? Я верну. Ага, а вот точка там справа. Ну, на такую сильную поправочку делаю. Крышку. И я раз. Так, как особо еще и ветер сносит. Так, теперь попробуем рыска не изобразить. Все-таки я загорел себе купить киннинг под воблеры другим строем. Ну, наверное, куплю. Больно мне прям понравилось, как с ними ловится. Так. Ну, тут ночь уже, я не знаю, там лучше на другую точку переходить, более интересную ночной живностью. Ладно, хорошо. Давайте-ка вот на этом остановимся. Ночь на дворе, как говорится, боимся пора. Сходим вот на рынок, чисто по рыночным ценам. Посмотрим, насколько у меня улов за пессию с утра вот до вечера. Где-то я часов в 6-7 начал утра рыбачить. И вот получилось вот так. Ну, не сама из, конечно, но тем не менее. Надо будет проверить. Может, какие-то приманочки, другие попробовать. Ну, вы посмотрите сами, хорошо, насколько это будет у вас. Может быть, не очень хорошо. Кто-то сообщение прислал. Как попробуйте, можете написать отдельно, что у вас получилось. Ну, пока вот результат такой. Утром лучше было, намного лучше. И здесь вот и прям клев совершенно другой. Ну, улов точнее. Ну, и активнее было. Сейчас при вас немного поймала рыбы. Ну, делайте выводы сами. Я тоже сделаю для себя какие-то выводы. Может быть, я еще вернусь сюда с другими приманками. Может быть, я за какое-то время еще найду что-то интересное, полезное для себя. Ну, вот как-то вот так вот. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok